Друзья, всех рад поприветствовать. В работе у меня автомобиль Land Cruiser Prado 120. Кстати, достаточно бодренький автомобиль. Владелец молодец. За автомобилем следит. 86-й регион. Автомобиль на газе. Газ, кстати, поставлен вообще очень даже культурно и грамотно. Мне все понравилось. Так, сразу смотрим. Вот такие модненькие накладочки. Кстати, прям в тему, затемненный хром. Мне нравится. Крутое решение. Не знаю, где владелец это все нашел. Но, блин, реально смотрится офигенно. Теперь переходим к промывке. Промываю по стандартной схеме жидкостью ВИНС. Подключаемся к топливной магистрали. Это основная подача. Не забываем оцепить обратку и поставить заглушку. Для того, чтобы у нас при создании давления в промывочной емкости вся промывка не ушла в обратку в бак. Поэтому закрываем обратную магистраль. И сейчас автомобиль у меня запущен. Работает на промывочной ВИНСовской жидкости. Давление в 3 пара, 3 атмосферы. В таком виде машина у меня будет работать 15 минут. Смотрите, пробежимся по процедуре ВИНСовской. Первый этап режим холостого хода 15 минут. Машину завел. Работает. Поставил таймер. Пройдет у нас 15 минут. Автомобиль заглушил. И в обычном режиме машина будет стоять под давлением на этой жидкости порядка 15 минут. То есть первый этап холостой ход. Сделали. Заглушили машину. Жидкость у нас в бачке остается под давлением. Она подается на топливную рампу. И начинается процесс, скажем так, небольшой отмочки. То есть тех загрязнений, которые присутствуют на форсунках. То есть у нас отмокает то, что осталось. Простым языком, может быть по-другому как-то можно объяснить. Но назовем это размочкой. Третий этап. Доливаем жидкость в бачок. Всего потребуется порядка 2 литров жидкости. И на режимах малых перегазовок до 2500 оборотов примерно, до 3000. Вот такими вот колебательными движениями вверх-вниз. Без фанатизма вырабатываем остатки жидкости. То есть примерно, еще раз повторюсь, около 2 литров жидкости у нас уйдет. То, что касается четвертого этапа. По желанию делается замена масла в двигатель. Здесь владелец очень хорошо подготовился. Взял промывочное масло с BG-109. Я сделаю предварительную промывку на базе Лукойла. В данном случае Лукойл Супер. Недорогое масло полусинтетическое. И потом уже зальем чистовое масло. В данном случае это будет равенол 530. И добавим сюда вот такую вот присадку. Все предоставлено владельцам. Если у кого-то есть какие-то наработки, пишите. Будет интересно почитать. В общем, вот такой комплекс работ проведем. Ну и дальше уже тут будут кое-какие работы по ходовой части. По мере того, как идет процесс промывки, далеко от автомобиля не отходим. Наблюдаем за соединениями, чтобы нигде ничего не потекло, не покапало. Обращаем на это внимание. Из того, что попутно я заметил, вот этот разъем основной на топливной магистрали не фиксировался на топливном фильтре. Потому что вот здесь вот усики, они были прожатые. И основную фиксацию на топливном фильтре они не создавали. То есть у нас шланг держался вот за счет вот этого контролочного комутика. Поэтому вот здесь вот обращайте внимание на эти вещи при необходимости. Там что-то надо будет поджать. Ну и воссоздать это соединение. То есть обязательно проверяйте, чтобы все хорошо защелкивалось. Иначе в движении может этот патрубок вылететь, и топливо, получается, будет подаваться на двигатель и, возможно, возгорание. Так как здесь у нас выпускные коллекторы и очень высокая температура. На промывке мотор работает с выключенным климатом. Поэтому, друзья, дополнительную нагрузку не даем. Все проводится на режиме толостого хода в случае первого этапа. Так, сразу остановимся на тюнинге. Вот такие интересные светодиоды владелец где-то дошел. Они прям четко сюда встают под прадик. Поэтому берем на заметку. Возможно, кому-то данное решение понравится. Но сделано четко, по красоте, просто от души офигенно. Так, сразу отметим установку газобаллонного оборудования. Также все здесь у нас в кофрах. Все так по красоте, все культурно, приятно. Вопросов нет. Тот человек, кто устанавливал газобаллонку, молодец, постарался. Поквально. Это редко, кстати, встречается. В основном вся газобаллонка просто накидано под капотом. Все болтается. И выглядит очень неэстетично. Здесь же все четко. Блок закреплен. Все по красоте. Так, для того, чтобы отключить топливный насос на работе с промывкой, убираем вот здесь с блока предохранителей реле-шку. Реле топливного насоса. Вот здесь оно находится. Fuel Pump реле. Я его снял. Вот оно у меня здесь в коробочке лежит. Благодарю за внимание. Более подробно уже останавливаться на процедуре промывки не буду. Я думаю, достаточно подробно, наглядно все объяснил. Каждый уже для себя делает выводы. И технология примерно для промывок одинаковая. Просто соблюдайте все процедуры. Не переусердствуйте. И тогда все у вас будет хорошо. Потому что при несоблюдении некоторых процедур по работе с промывочной жидкостью можно повредить катализаторы. Такие случаи были. Я не знаю, с чем они связаны. Но, тем не менее, такое у клиентов встречалось. Когда после промывки инжекторов умирали катализаторы, оплавлялись. Но я думаю, что это не соблюдение именно сервисных режимов в плане промывочных процедур. То есть без фанатизма. 15 минут поработали. 15 минут постояли. И дальше на небольших перегазовках отработали остатки жидкости. При необходимости заменили масло. Сама компания Винс позиционирует данную промывку как не требующую замены масла и свечей. Поэтому эта процедура уже делается по желанию. Но я бы по своему опыту рекомендовал совмещать промывку инжекторов с заменой масла в двигателе. Тогда будет все вообще четко по красоте. Благодарю за внимание, друзья. Владельцу мы поставим вот такой вот жирный лайк за то, что следит за своим автомобилем. Ухаживает, тюнингует, поддерживает его в порядке, в чистоте. Это похвально, это очень приятно. С такими автомобилями реально очень приятно работать. Всем здоровья, желаю удачи и благополучия. Пишите в комментариях свои отзывы, наблюдения. И прочую информацию, которая возможно будет полезна.